Добрый вечер. Меня зовут Павловский Артём Александрович. Я представляю организацию партнёра студенческой олимпиады «Я профессионал» Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение, научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга. В данном центре я возглавляю отдел градоэкологического обоснования развития территории Санкт-Петербурга. Я являюсь профессиональным климатологом, доктором географических наук. В настоящее время специализируюсь на вопросах градостроительной экологии и на вопросах адаптации городов, прежде всего приморских городов, к происходящим климатическим изменениям и их последствиям. Основные направления работы нашего научно-исследовательского проектного центра Генерального плана Санкт-Петербурга. Прежде всего мы занимаемся реализацией государственной градостроительной политики Санкт-Петербурга. В наших градостроительных решениях реализуются стратегии социально-экономического развития нашего города, основные государственные адресные инвестиционные проекты нашего города. Кроме того, мы участвуем в разработке предложений по совершенствованию законодательной, нормативно-правовой и методической базы градостроительного прогнозирования, планирования и регулирования. Большое значение уделяем разработке документации по планировке территорий, то есть проектам планировки и проектам межевания территорий. Осуществляем разработку документов территориального планирования Санкт-Петербурга, прежде всего это генеральный план Санкт-Петербурга, градостроительного зонирования, это правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, и, как я уже сказал, документации по планировке и межеванию территорий. То есть весь спектр городостроительных задач входит в направление деятельности нашей организации. И в настоящее время мы приступаем к очень важному этапу, стоящему перед нашим городом, подготовке нового генерального плана Санкт-Петербурга до 2050 года. Но прежде чем мы немножко расскажем о новом генеральном плане Санкт-Петербурга, следует отметить более чем трехвековую историю формирования градостроительной науки в нашем городе. На данном слайде мы видим четыре, назовем так, реперных, важных генеральных планов в истории нашего города. Начиная от первых генеральных планов Санкт-Петербурга, представленных в верхнем левом углу, это план Жанна Батиста Леблона 1716-1717 годов. Аналогичным с ним был генеральный план Доминика Трезини тех же лет. Есть интересный генеральный план 1935 года, когда планировалось развитие Санкт-Петербурга в южном направлении по причине близости государственной границы России. Генеральный план послевоенного времени 1958-1966 годов Каменского и Наумова, действующий генеральный план 2005-2025 года. И на следующем слайде мы видим проект нового генерального плана Санкт-Петербурга до середины XXI века. Чем специфичен данный генеральный план в контексте происходящих климатических изменений? Дело в том, что именно этот генеральный план должен учесть глобальные климатические изменения, антропогенные климатические изменения, усиливающиеся в настоящее время климатические изменения. И от того, насколько мы сможем учесть в документах стратегического планирования Санкт-Петербурга крупнейшую проблему современной цивилизации, к которой относятся глобальное потепление, тем самым мы сможем обеспечивать устойчивое развитие нашего города, а соответственно и устойчивое развитие населения нашего города в XXI веке. С учетом того, что наш город является городом приморским, подверженным наводнениям, можно утверждать, что последствия современных изменений климата для него будут одними из наиболее значимых на территории Российской Федерации. Это высокоурбанизированная, очень плотно населенная территория, где сконцентрировано большое количество объектов материальной культуры, исторических объектов историко-культурного наследия, различной отрасли экономики и так далее. То есть это, назовем так, горячая экономическая, экологическая точка планеты. Поэтому мы должны приложить массу усилий для того, чтобы в условиях развивающегося глобального потепления постараться выстроить правильную траекторию развития нашей агломерации в меняющемся мире. В этом нам подспорьем является сформированная система нормативно-правильных документов по адаптации Российской Федерации к изменениям климата. Вообще стоит отметить, что Россия является последовательным участником всех мировых соглашений по вопросам изменения климата. Начиная с ратификации Рамочной Конвенции ООН об изменении климата 1992 года, заканчивая последним крупным документом, который называется Парижское соглашение, к данному стратегическому документу в области изменения климата. Вообще, начиная со второй половины XX века, российские, в то время советские ученые, общественные деятели активно занимались данной проблемой и были отмечены как международными премиями по данному направлению, так и заслуженным авторитетом у специалистов области наукоземли. Здесь очень много можно фамилий привести людей, специализирующихся в данном направлении, но главное это помнить, что мы последовательно занимаемся этой проблемой. То есть она не является для нас в какой-то степени популистской, алармистской, как сейчас принято говорить. Эта проблема давно исследуется специалистами, в том числе в Санкт-Петербургской школе климатологии. В 2009 году была принята климатическая доктрина Российской Федерации. В следующее время существует стратегия научно-технического развития Российской Федерации, в которой значимую роль отводится проблеме адаптации к изменениям климата. Принят национальный план мероприятия первого этапа адаптации к изменениям климата. Сформирована федеральная научно-техническая программа в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений на текущее десятилетие. Есть комплексный план реализации климатической доктрины, подготовленные методические рекомендации и показатели по вопросам адаптации к изменениям климата. А также система из пяти ГОСТов, два из которых уже действуют в Российской Федерации и три будут применяться в самое ближайшее время, будут введены в действие. Таким образом сформирована вся необходимая система нормативно-правых документов, позволяющая разрабатывать как отраслевые, так и региональные и хозяйственные планы адаптации к происходящим климатическим изменениям. Так что открывается широкое поле деятельности для специалистов в области наукой земли и в частности гидрометеорологического профиля. Но проблема эта, как мы уже знаем и как мы увидим в ходе моего рассказа, она является междисциплинарной, комплексной проблемой. Так что для решения задачи адаптации к климатическим изменениям потребуются специалисты широкого направления специальности. От экономистов до градостроителей. Система адаптации Российской Федерации к изменениям климата. Есть национальный план, есть у него первый этап, который планировалось завершить в 2022 году. В 2023 он скорее всего будет уже окончательно завершен, так как в настоящее время отраслевые планы всеми министерственными ведомствами разработаны. Региональные планы по субъектам находятся в процессе разработки, в частности Петербург сейчас подготовил проект регионального плана. Он находится на финальной стадии утверждения у высшего исполнительного органа государственной власти в Санкт-Петербурге. Есть корпоративные уже разработанные планы адаптации, в том числе очень многие наши крупные корпорации подготовили их. В дальнейшем будет второй этап адаптации, третий и так далее. То есть этот процесс предполагает стадийность, он предполагает постепенное развитие, так что есть возможность, время этим заниматься у будущих специалистов нашего профиля. Ниже представлены вопросы, связанные с бюджетным процессом, так что данные мероприятия будут финансироваться, так как в процессе разработки планов адаптационных, в том числе формируются перечень мероприятий, которые должны быть профинансированы за счет федеральных или местных бюджетов. Так что есть возможность поработать в данном направлении. Это значимая народно-хозяйственная задача. Она не является в настоящей время некоторой сугубо научной задачей. Эта задача вполне практическая. В частности, национальным планом мероприятия первого этапа предусмотрена на уровне субъекта Российской Федерации подготовка предложений по корректировке документов стратегического планирования. То есть в них должны быть включены меры по адаптации к климатическим изменениям. Должен быть, как я уже сказал, сформирован региональный план адаптации к изменениям климата. И на его основе сформирована система оперативных и долгосрочных мер адаптации к изменениям климата, реализуемых на региональном уровне. Теперь перейдем к узкому направлению, которое является предметом нашей сегодняшней лекции. Это специфика подготовки региональных планов адаптации городов федерального значения. Так как эти три субъекта Российской Федерации, к которым относятся Севастополь, Санкт-Петербург и Москва, обладают целым рядом очень специфических особенностей, существенно отличающих их от всех других субъектов Российской Федерации. И, соответственно, без учета этих особенностей невозможно разработать устойчивый адаптационный план. Прежде всего, в границах наших субъектов Федерации есть только одна категория земель – это землепоселения. В связи с этим возникают особенности осуществления градостроительной деятельности, которые в том числе прописаны в статье 63 Городостроительного кодекса Российской Федерации. Относительно небольшая площадь, на которой сконцентрирована высокая численность населения, по сравнению с другими субъектами Федерации она может на порядке превосходить численности населения в них, концентрация отраслей экономики, историко-культурного наследия, а также наличие локального изменения естественного климатического режима, наличие городского острова тепла. То есть наши мегаполисы уже в настоящее время существенно опережают по темпам изменения основных индикаторов глобального тепления те оценки, которые приводятся по моделям климатическим. То есть, как ранее мы говорили, модели мощной циркуляции, атмосферы океан. То есть за счет локального перегрева, локального изменения климатических характеристик мы проживаем в уже дополнительно измененных условиях, что необходимо, безусловно, учитывать при планировании адаптационных мероприятий. На примере функциональной планировочной структуры территории Санкт-Петербурга отметим происходящую динамику в изменении соотношения различных территориальных зон в его структуре. Например, это расчетный срок, здесь это 2025 год. Мы видим увеличение площади жилых зон, существенное сокращение зон сельскохозяйственной использования более чем в два раза. Это справедливо как для Москвы, так и для Севастополя. То есть зоны сельскохозяйственной использования сменяются в высокоурбанизированные застройки в наших городах, что также приводит к дополнительному эффекту увеличения температуры, связанной с развитием городского острова тепла в наших регионах. Но это общая тенденция мировая. Мы живем в мире урбанизации. Темпы роста городского населения, как в целом населения земного шара, так и городского населения, они беспрецедентны. Мы живем в мире горожан. Для сравнения, генеральный план развития города Ленинграда и Ленинградской области на период до 2005 года, это документ 1985 года и текущий генеральный план до 2025 года. Мы видим существенное различие в функциональном зонировании территории. То есть, если ранее предполагалось создание некоторых городов-спутников, наличие открытых пространств, заполненных либо сельскохозяйственными полями, либо рекреационными зонами, в настоящее время идет, конечно, объединение ранее существовавших городов-спутников, как говорится, Пушкин, Петродворец, Сестрорец, с основным ядром нашего города. И эти процессы нужно учитывать. В том числе, при формировании зеленого каркаса нашего города, максимальному его озеленению, сохранению естественных природных комплексов, то есть развитию системы, чтобы охранять природные территории, сохранение линейности зеленых насаждений, их связности, обеспечение миграции живых организмов через территорию нашего города, как водоплавающих птиц, так и сухопутных. В общем, целый широкий спектр экологических задач, которые необходимо выполнять в условиях урбанизированной территории и в условиях развития городского остротепла, перегрева потилайшей поверхности, который может помочь нам исправить зеленую инфраструктуру. Об этом всем нужно помнить. Может быть, это общеизвестный факт, но хочу отметить, что в состав земель и населенных пунктов могут входить абсолютно различные земельные участки. То есть населенные пункты, это не значит, что только жилые земельные участки. Это значит, что категория земель – это земли населенных пунктов. А в ее состав могут различные зоны входить, от жилых до военных объектов. В общем-то, все, что необходимо для функционирования мегаполиса, может располагаться на его территории, в том числе рекреационные зоны. Естественно, лесозаготовительных участков никто не разрешит размещение. Или, например, крупных полигонов, опасных отходов тоже на территории города никто не разрешит размещение. Но для размещения всей необходимой инфраструктуры, земельные участки и территориальные зоны в составе городов предусмотрены. Самое важное – это соблюдать баланс с учетом происходящих изменений глобальных и региональных, в частях окружающей среды. Так вот, в итоге подготовки региональных планов адаптации к происходящему изменению климата, те меры, которые ими предполагаются, те решения, они должны стройно влиться в систему стратегического планирования города федерального значения. Вот, например, на примере Санкт-Петербурга. То есть это и стратегия социально-экономического развития, и прогнозы социально-экономического развития в среднесрочный и долгосрочный период, бюджетный прогноз, планы реализации стратегии, генеральный план Санкт-Петербурга. И даже такой новый документ, который касается как раз-таки всех трех наших субъектов Российской Федерации рассматриваемых, это схема территориального планирования города федерального значения и прилегающей области, то есть другого субъекта федерации. При подготовке регионального плана адаптационного могут использоваться следующие исходные данные. Это паспорта климатической безопасности территории этого города. Экологический паспорт. Климатический паспорт – это новый документ. В прошлом году был принят типовой паспорт, на его основе формируются климатические паспорта безопасности по всем нашим территориям Российской Федерации. Экологические паспорта. В Санкт-Петербурге один из наиболее развитых экологических паспортов территории, который в свое время завоевал различные награды, подготовлен специализированным нашим комитетом по предопользованию. До сих пор прекрасно функционируют и оказывают большую помощь различным природопользователям в принятии ими решений по управлению той или иной территорией. Официальный интернет-сайт климатического центра Росгидромета – это главная геофизическая обсерватория, которая расположена в городе Санкт-Петербурге. База данных гидрометелорической и экологической информации – все возможные, официальные, действующие на территории Российской Федерации, и в том числе межправительственная группа экспертов по изменению климата или IPCC. Широко известная аббревиатура в мире. Оценочные доклады Росгидромета об изменении климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Месяц назад примерно в широкую печать поступил третий оценочный доклад Росгидромета об изменении климата. Как отечественный документ, так и международный документ сходятся на том, что изменение климата практически при любом сценарии развития человеческой экономики продержится, продлятся в течение 21-го столетия. Но реально наблюдающиеся данные по темпам выброса парниковых газов и по тем действиям, которые принимаются мировым сообществом по снижению негативного воздействия на климатическую систему, можно говорить о том, что, к сожалению, ориентироваться нужно на экстремальный сценарий климатических изменений. Тем самым повышается роль специалистов, климатологов, специалистов в области наук о земле для реализации стратегии адаптации тех или иных отраслей, тех или иных территорий. Отраслевые планы адаптации к изменениям климата, их 10, это планы, разработанные соответствующими министерствами, то есть от Министерства здравоохранения до Министерства транспорта, имеют разработанные отраслевые планы адаптации к климатическим изменениям. Действующие своды правил, особенно здесь нужно отметить свод правил геофизика опасных природных воздействий, где территория нашей страны картирована по проявлению тех или иных опасных климатических рисков, имеющих разную природу возникновения. В данном документе в основном речь идет о литосферных источниках климатического риска. Также необходимо пользоваться данными СП строительной климатологии, СП нагрузки и воздействия, канализация наружной сети и водоотведение, где тоже представлены специализированные картино-графические материалы, табличные материалы по районированию нашей территории по тем или иным специфическим гидрометаллическим характеристикам, используемые в конкретном ведомстве для функционирования их систем. Данные исполнительных органов государственной власти, соответствующих субъектах, зоны затопления и подтопления, так как в прошедшие годы, прошедшие уже десятилетия, очень большая работа была проведена в целом в нашей стране по определению границ этих зон. То есть, наконец-таки, в ответ на увеличивающие случаи затопления территории нашей страны и катастрофические затопления, в том числе сопровождающие гибель людей и уничтожение материальных ценностей, мы определили те зоны с особыми условиями использования территории, где проявляется негативное воздействие вод. В связи с этим необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке и вертикальной планировке этих территорий, по защите их от затоплений. Хотя бы уже есть картографический материал, можно видеть эти опасные территории. Ну и результаты специализированных научных исследований, оформленных должным образом, представленных в лицензируемых журналах. На данном слайде я как раз привожу вам пример климатического районирования Российской Федерации по благоприятности для строительства и по специфическим характеристикам строительства в той или иной части нашей страны. Так вот, по данной схеме Петербург расположен в строительно-климатическом подрайоне 2В. Но если мы возьмем реальные данные за последние 30-летия, как нам предписано действующими нормами и приказами Росгидромета, то мы уже попадаем в совершенно другую зону, уже попадаем в зону 2В. А в ближайшей перспективе, то есть в середине века по строительно-климатическому районированию территория Санкт-Петербурга будет характеризоваться условиями климатического подрайона уже 3В. То есть мы из относительно умеренного перейдем в умеренные условия. Ну и, соответственно, это приведет к необходимости применения других норм и правил в части проектирования, строительства и эксплуатации объектов капитального строительства. А если говорить по классической климатической теории, например, возьмем классификацию климата в Кёпино, то тип климата Санкт-Петербурга сменится с бареального, то есть влажный континентальный с теплым летом, ДФБ, на морской, умеренно теплый с равномерным увлажнением, СЕВБ. Ну, наиболее близким примером такого климата в настоящее время является климат Копенгаген, например. Так что мы будем стремиться по основным характеристикам примерно к таким условиям в течение 21 века. То, что я уже говорил про проблему изменения характеристик строительно-климатического подрайона, с 2Б на 3Б, здесь его основные генерализированные характеристики представлены, и те своды правил, которые необходимо будет учитывать при проектировании в нашем городе и при смене климатического подрайона. В результате подготовки проекта регионального плана Санкт-Петербурга к изменениям климата выявлено, что территория Санкт-Петербурга подвержена 17-ти климатическим рискам, 2 из которых являются весьма опасным уровнем, это жара и ураганы, 1 опасный уровень, это сильные атмосферные осадки, и 14 умеренно опасный уровень. Но нужно отметить, что в настоящее время документ подготовлен строго в соответствии с действующими методическими рекомендациями, в котором есть ряд предложений по их корректировке, актуализации, с учетом особенностей именно высокоурбанизированных субъектов Российской Федерации, если в перспективе при актуализации плана, актуализации данных методических рекомендаций удастся внедрить новые критерии оценки значимости того или иного климатического риска, с учетом плотности населения, с учетом количества объектов капитального строительства, подверженных воздействию, то целый ряд из этих климатических рисков, которые сейчас в мире на опасном уровне, на самом деле будут гораздо более значимы для Петербурга. Это касается проблемы затопления, это касается проблемы эрозии плоскостной и вражной, и образии морской, ну или размыву наших берегов Финского залива, так как с этой проблемой мы сейчас очень сильно сталкиваемся. Даже комитетом по праведопользованию разработана специализированная схема берегозащиты Санкт-Петербурга от разрушения. В генеральный план Санкт-Петербурга, в прагенеральный план Санкт-Петербурга, включены объекты берегозащиты как объекты регионального значения Санкт-Петербурга. Также они закреплены, эти объекты, в законе Санкт-Петербурга о перечении объектов регионального значения, подлежащих учёту в генеральном плане Санкт-Петербурга. В соответствии с ГОСТ, понятие климатического риска представляет из себя следующую характеристику. Сейчас я вам прочитаю её определение. То есть климатический риск – это совместная характеристика вероятности опасных проявлений климатического фактора и его воздействия в виде вреда или ущерба на объект этого воздействия, которое выражается увеличением ущерба в натуральном и или стоимостном выражении, характерного для повторяемости заданных значений опасного климатического фактора. Данное определение соответствует принятому понятийному аппарату межправительственной группы экспертов по проблеме изменения климата и применяется в действующем климатическом законодательстве. Также здесь есть определение сопутствующее данному. То есть климатический фактор – уязвимость, объект воздействия, подверженность. Не будем глубоко останавливаться на данных вопросах. В общем, важно знать, что определение принято, система нормативно сформирована, мы обязаны руководствоваться ей при подготовке данных документов. Как я уже говорил, город, особенно такой, как Санкт-Петербург, он фактически наполнен всеми отраслями экономики, которые только есть в нашей стране. В связи с этим уязвимыми климатическим изменениям оказываются примерно 12 разделов общероссийского классификатора видов экономической деятельности. От сельского хозяйства до деятельности в области культуры, не говоря уже о строительстве, транспортировке, хранении, обрабатывающих производствах или обеспечении электрической энергии. То есть практически все сферы жизнедеятельности нашего города в той или иной степени являются климатозависимыми. Так как современный город, он планируется, проектируется, эксплуатируется и даже утилизируется в соответствии с действующими нормами и правилами, многие из которых гидрометеорологические и представлены в действующих нормативных документах. Более подробно остановимся на климатических рисках весьма опасных и опасных уровней. Вот, например, жара. В настоящее время активно увеличивающийся и проблемный риск климатический. Сейчас определение. Что такое вообще жара в Санкт-Петербурге? Продолжительная жара. Это положительная аномалия от нормы среднесуточной температуры воздуха по Санкт-Петербургу. Интенсивность на 7 градусов и более выше нормы. Продолжительная в течение 5 суток и более. Сильная жара – это максимальная температура воздуха интенсивностью 35 градусов и выше. Продолжительность абсолютно любая. Так вот, за последние 30 лет в Санкт-Петербурге случилось два случая сильной жары. Вот знаменитый июль 2010 года, который в целом был, конечно, аномальным для территории Европейской части Российской Федерации. Нанес ущерб примерно в 450 миллиардов рублей данное опасное метеорологическое явление. И привело к десяткам тысяч преждевременных смертей. В том числе и в нашем городе тысячи человек, к сожалению, погибли от таких экстремальных температурных воздействий. А в случае продолжительной жары их было 18 за последние 30 лет. Так что количество подобных явлений увеличивается, вероятность этих событий также увеличивается. И нам необходимо предусматривать меры по противодействию развитию данного опасного явления, особенно с учетом развития городского острова тепла на нашей территории. По крайней мере, в отношении объектов социального значения, то есть это больницы, это детские сады, это школы, это объекты образования, это объекты, в которых прибывают люди преклонного возраста, пенсионеры. Мы должны, безусловно, думать о размещении в них систем кондиционирования. Не только естественной вентиляции, не только естественной кондиционирования, но и уже инженерно-технических систем в обязательном порядке. В целях обеспечения приемлемых температур, пребывания населения в этих помещениях. Ну, как я уже сказал, аномальная жара в России, на европейской территории 2010 года. Экономический ущерб был колоссальный, но еще хуже была ситуация с смертностью повышенных людей. Пример цифровой картосхемы межегодного потенциального ущерба от преждевременных смертей в результате перегрева в Санкт-Петербурге. Мы видим красные-желтые пятна в центральных районах нашего города. К сожалению, это многоквартирная жилая застройка наиболее уязвима данному климатическому риску. И если в условиях сложившейся застройки исторического центра, в условиях различных регламентов историко-культурных крайне сложно предусматривать какие-либо мероприятия по повышению адаптационной способности этих территорий, то в условиях комплексного развития территорий новые застройки на месте, например, реконструируемых промышленных объектов, которые переводятся в жилую застройку, вполне можно предусмотреть мероприятия по охлаждению этих территорий, как в части применения строительных материалов с повышенными отражающими свойствами, так и в части повышенного озеленения этих территорий, максимального применения зелёной инфраструктуры в них, что в том числе предусмотрено в мероприятиях по адаптации климатических изменений в региональном плане, который, надеюсь, скоро будет утверждён и представлен в широкой общественности в открытом виде. Также, как я уже говорил, проблема развития городского острова тепла может быть проиллюстрирована, вот, например, на примере динамики температурной, левый график от меня, представлена динамика семилетних изглаженных значений средней годовой температуры приземного воздуха в Санкт-Петербурге, чёрная крива Хельсинки, синяя крива и Стокгольм, красный график, то мы видим, что до середины 20 века Санкт-Петербург был холоднее, чем в Хельсинки и Стокгольм. А во второй половине 20 века, особенно в настоящий период, Петербург уже значительно обогнал Хельсинки по температурным значениям и в какой-то степени приближается к Стокгольму. Всё это связано с развитием нашего города как теплового острова, как климатического острова, принципиальным изменением подстоящих поверхностей, то есть, конечно, по количеству усилений, по занимаемой площади, по объёму преобразований, произошедших в нашем городе, по выработке электроэнергии, по промышленному производству. Он не имеет, конечно, равных среди других столиц Балтийского региона. На правом графике мы видим динамику температуры приземного воздуха в Санкт-Петербурге. Красные линии – это то, что реально наблюдается на метеорологических станциях, а синим – это то, что могло бы наблюдаться, если бы отсутствовало данная высокорбонизированная территория и её свойства. Примерно на градус уже полтора выше в среднем. Та температура, которая есть, по сравнению с той, которая могла бы быть. Про ураганы тоже немножечко скажу. Но ураганы нами отнесены к особо опасному уровню по причине тех критериев, которые представлены в действующих нормативных документах. То есть мы не можем игнорировать значимость данного климатического риска. В целом, в Петербурге, как вот здесь представлены скорости ветра, как такового урагана не наблюдалось за последние 30 лет, так как за ураганный ветер применяется ветер скоростью более 30 метров в секунду. Ну, самое главное, чтобы был устойчивый этот скорость ветра, то есть достаточно в течение одной минуты, чтобы наблюдалась подобная скорость ветра. Но такой скорости не наблюдалось. При этом и 28 метров в секунду, и 20 метров в секунду – это весьма существенная скорость. А вот на территории ближайшей к Санкт-Петербургу, на территории Ленинградской области, всем, наверное, нам памятен знаменитый ураган 29 июля 2010 года, который привел к очень существенным повреждениям объектов капитального строя и даже человеческим смертям. К счастью, их было не так много, хотя по тому масштабу разрушений, которым привел этот ураган, человеческих жертв могло бы быть гораздо больше. Вот мне карты просто фотоиллюстрации того, что произошло 29 июля 2010 года. Хочу отметить, что как раз таки июль 2010 года был аномально жарким, и ураган, эти метеорологические события, как гидрометеорологи знают, зачастую связаны между собой. Пример, например, как Шифер, в баню лонзился наш горнолыжный курорт и гора, сильно преобразился после этого события, то есть практически весь сосновый лес, который находился в том районе, был уничтожен. Так что эти события для нас имеют место быть, опасны, и мы должны помнить о них. Как так сказать, Санкт-Петербург – это не только город Санкт-Петербург, это еще и агломерация Санкт-Петербург. И сфера жизнедеятельности нашего населения, она все-таки гораздо шире, чем только границы субъекта Российской Федерации, город Санкт-Петербург, так как количество дачников, количество собственников, земельных участков ближайших пригородов весьма значительно в нашем городе. Еще одним значимым опасным климатическим риском являются сильные атмосферные осадки. Здесь критерии представлены, что такое сильные атмосферные осадки. Сейчас некоторые примеры приведем. Случаи сильного дождя в Санкт-Петербурге, здесь с 93-го по 2012 год приведены. Сильные ливни в июле, в июле также, в июле 2002 года, в июле 2007 год. Но суточный максимум осадков наблюдался в Санкт-Петербурге 8 августа 1947 года. То есть это выходит за рассматриваем нами последний климатический период, но в последнее время, последний климатический период, в случае локального подтопления, в случае интенсивных дождей, все чаще и чаще происходит в нашем городе. Это большая проблема, связанная с водоотведением поверхностного стока, особенно с учетом увеличения количества непроницаемых поверхностей в нашем городе, принципиальным изменением характеристик стока, как я уже показал, например, в Номы в несколько раз уменьшилось количество сельскохозяйственных территорий, на их месте возникает высокоурбанизированная жилая застройка, меняются принципиальные коэффициенты стока. Ну и опять же, проблема в правильном учете существующих климатических норм. Здесь в табличке представлены данные об интенсивности дождя, которые есть нормативные значения, вот, например, по своду правил канализация наружной сети, и фактическое. По своду правил в Петербурге должно выпадать 60 литров в секунду с гектара для произведения гидравлических расчетов, а фактически выпадает около 6,7 литров в секунду с гектара. Для гидравлического расчета это очень значимая цифра, то есть 7 литров с гектара разница – это огромное значение. Специалисты это знают и понимают. А прогноз ничего хорошего нам не сулит. Он говорит о том, что интенсивность увеличится. Вот примеры юмористические немножко, как обильные осадки в виде снега парализовали фактически город, например, в декабре 2009 года. Кто пережил те снегопады, тот прекрасно помнит, как город просто засыпало. Это уникальное было событие. Можно, конечно, критиковать исполнительный орган государственной власти, но те, кто реально в тот период пытался во дворах что-то разгребать, те помнят, насколько это было сложно. То есть сегодня разгреб, завтра снова машину у тебя засыпал. Причем полностью. Это был, конечно, уникальный год. Я лично переживал все эти невзгоды и потрясения, связанные с работой лопатой в собственном дворе. Так что это было. Как развивалось, то опасное метеорологическое явление. Мы видим, как это характерное падение температуры атмосферного воздуха и характерный рост количества атмосферных осадков. То есть циклоническая активность в конце декабря 2009 года привела к аномальному выпадению количества снежных осадков в нашем городе. Ну и еще важно же понимать, что современный город – весьма сложная система с определенными ограничениями по возможности снежной уборки, по возможности проезда техники, по возможности дальнейшего складирования данных снежных масс. Так что это весьма специфическая и сложная система инженерной деятельности. И пока можно отметить, что последние 10 лет количество снежных масс, вывозимых с автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге, увеличивается. Но в перспективе мы можем ожидать во второй половине 21 века, что доля твердых атмосферных осадков в нашем городе существенно снизится. Она уже и сейчас снижается, именно доля твердых осадков. То есть общее количество атмосферных осадков, которые сейчас увеличатся, и которые примерно на 100 мм за последние 100 лет увеличились, увеличится в основном за счет жидкой фазы атмосферных осадков. Но даже в середине 21 века говорить о том, что проблема зимней уборки будет полностью нивелирована, не приходится, так как снег периодически будет выпадать в безусловных больших количествах, и в том числе в виде опасных метеорологического явления это будет происходить. Так что проблема только усилится, что нужно будет иметь мероприятие и систему, предусматривающую как усиленное водоотведение жидкого стока, так и систему зимней уборки, предусматривающую вывоз твердой фазы осадков. К вопросу как раз-таки о перспективах развития системы водоотведения в Санкт-Петербурге. Здесь представлено предложение 7 к закону о генеральном плане, и мы видим, что город имеет стратегические планы на развитие водоотведения, и от того, как правильно будут учтены существующие и прогнозируемые климатические изменения при формировании всей этой здесь представленной системы водоотведения, будет зависеть от ее устойчивого функционирования в 21 веке. И в частности, будем ли мы иметь те проблемы, которые уже сейчас имеем, с локальными подтоплениями целого ряда городских территорий, регулярно возникающих, то есть горячих точек водоканалов. Нужно стремиться к тому, чтобы их, по крайней мере, не становиться больше. Но в условиях возрастающего количества атмосферных осадков изменение последующего поверхности – это серьезный вызов, так как влияние градоцветных преобразований на водоотведение поверхностного стока хорошо нам видно, как гражданам, и достаточно неплохо изучена современная инженерная наука. Вот, мне кажется, только примеры здесь представлены, да, что сравнение урбанизированной территории и некортоестественного ландшафта. То есть разница в поверхностном стоке, в объеме поверхностного стока по этим двум территориям, она в пять раз. И скорость прохождения также существенно различается, так как по усовершенствованному покрытию достаточно быстро вода стекает, в отличие от относительно, ну, назовем так, естественной или там сельскохозяйственной ландшафт. Хотелось бы максимально внедрять элементы природного каркаса зеленой инфраструктуры в управление дождевым стоком в нашем городе. Вот, за границей сейчас весьма популярна концепция создания так называемых голубых поясов. Любят они такие красивые, модные всякие названия. Вот, ну, почему бы и нет, почему бы и не воспользоваться, да, хорошей практикой и не внедрять подобное же у нас максимально. Есть задачи, например, по оздоровлению малых водных объектов в Санкт-Петербурге. Нужно заботиться проблемой экологической очистки и гидрологической обеспеченности. Например, долины реки Охты, можно взять ее за основу как весьма перспективным, как природным, так и историко-культурным следом нашего города. Также вот были выявлены различные климатические риски умеренно опасного уровня. Как я уже говорил, отобразие, переработка берегов и догранилищ, карст. Да, у нас в Красно-Сельском районе представлены карстовые формы рельефа, есть карстовые воронки, они мониторятся, это реальная проблема. Суфозия, то есть эрозионный процесс вымывания, выщелачивания из-за растворимых горных пород. Затопление территории, о чем сейчас более подробно расскажем. Эрозия плоскостная и враженная. То есть берега наших малых водных объектов подвергаются переработке, и необходимо применять мероприятия по их защите. То же самое связано с русловыми деформациями, пучениями. Мы как жители и пешеходы регулярно сталкиваемся с данной проблемой, с проблемой плитки в нашем городе, с проблемой разрушения тротуаров, природной пожары, распространения вредителей и болезней в лесах и городских насаждениях и налить. Так что наш город богат на климатические риски, и каждый из них требует дополнительных специализированных исследований. Ну и говоря о Санкт-Петербурге, нельзя не поговорить о проблеме влияния наводнений на градостроительное развитие нашего города. В настоящее время мы имеем комплекс защитных сооружений, который, казалось бы, должен надежно защитить нас от любых неприятностей со стороны восточной части Финского залива, с нагонных наводнений. Однако есть уже сейчас очень тревожные звоночки. Дело в том, что в последний климатический период, вот до, например, строительства комплекс защитных сооружений, в городе произошло максимальное количество наводнений. А за наводнение у нас принят подъем воды выше нуля Кронштадтского фурштока на 161 сантиметр. До 2022 года комплекс защитных сооружений уже остановил 30 наводнений, а к настоящему времени еще больше, так как в последние месяцы тоже он работал. Вот тут вот приведены примеры наиболее крупных штормов, оценочные расчетные уровни, которых могла достигнуть вода в случае, если бы не было комплекс защитных сооружений. В 2011 году, в год ввода в строй комплекс защитных сооружений, наш бы город могло посетить очередное катастрофическое наводнение. Вот если бы, например, 26-27 декабря в Петербург пришел уровень воды 294 сантиметров, то я думаю, мы бы это запомнили на всю жизнь, если бы комплекс защитных сооружений не было. Также комплекс «Шторм Десмон» 2015 года был весьма примечателен. Тогда три дня подряд существовала угроза наводнений. Комплекс был закрыт на продолжительность, превышающую даже проектные значения, что было тоже весьма таким уникальным событием. Так что тревожные звоночки уже сейчас есть. Усугубляет все это та ситуация, которая наблюдается с повышением уровня Мирового океана в целом и восточной части и в целом Балтийском море. К настоящему времени средняя скорость роста уровня моря в восточной части Финского залива составляет 4 мм в год. И по сравнению с концом прошлого века скорость увеличилась в два раза. Так что в ближайшее время мы можем ожидать, с учетом тех тенденций, которые происходят в части термического расширения вод Мирового океана, а также в части притока дополнительной воды от тайги покровных ледников, мы можем ожидать дальнейшего увеличения как уровня, так и темпов повышения этого уровня. А с повышением среднего уровня можем ожидать увеличения и максимального уровня, а с учетом увеличения циклонической активности можем ожидать и проблем, связанных с увеличением случаев этих максимальных уровней. Так что существующая достаточно компактная зона затопления территории нашего города может во второй плане 21 века измениться и быть уже не такой компактной. И если в настоящее время от нагонных наводнений страдает около 40 квадратных километров нашего города, то к концу века при повышении на 80-90 см может страдать уже 110 квадратных километров нашего города. Принципиально на порядок возрастет количество объектов капитального строительства, подверженных затоплению, то есть от примерно тысячи в настоящее время до более 13 тысяч при повышении на метр. Также на порядок возрастет количество объектов культурного наследия, подверженных затоплению. То есть если настоящие ли это десятки, к концу века это могут быть тысячи. Здесь вот приведены оценки как со стороны Финского залива, так и со стороны Невской губы. А проблема объектов историко-культурного значения заключается в том, что их не перенести. Их нужно защищать как-то локальными инженерно-техническими решениями. Это дополнительная задача, интересная задача, но весьма дорогостоящая. Ну и в заключение мне бы хотелось отметить, что в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами планирование адаптации к изменению климата на уровне местного самоуправления и сообщества. Это подготовка к рискам, связанным с изменением климата, и планирование адаптации на уровне местных органов власти и сообществ, необходимых для обеспечения безопасности общества, а также для его экономического, экологического и социального благополучия. Последствия климатических изменений широко варьируют от региона к региону и непосредственно влияют на благосостояние сообществ и местных органов власти, включая предлагаемые общественные услуги, а также на безопасность еще у нас людей. Именно на локальном уровне как специалисты, так и представители органов власти и сообщества несут ответственность за лидерство в планировании подготовки к управлению этими рисками. Климат меняется, а планирование и реализация адаптации – это процесс регулярного улучшения и обучения, который требует постоянного внимания и действий. Тут я дословно привел выписки из ГОСТа, который в ближайшее время войдет в обязательное применение. Мне бы хотелось на специфическом рисунке, который там приведен, отметить необходимость непрерывного обучения и совершенствования в области познания проблемы современных изменений климата и их последствий, и в области адаптации, и смягчения этого воздействия. Так что, как мне представляется, климатология – это наука современная, это наука, значимость которой будет только увеличиваться в течение 21 века. Я призываю всех ей интересоваться, по крайней мере, ну и продолжать свое развитие, в том числе в стенах нашего университета, поступать в магистратуру, в аспирантуру, развивать собственные навыки в данном направлении. Спасибо за внимание.